Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Под прошлым роликом с обновлением мы набрали действительно большое количество лайков, и в честь этого, дорогие друзья, я предлагаю поставить лайк, потому что у нас начались летние каникулы, и чтобы они были самыми лучшими в этой жизни, просто поставь лайк на удачу. И у тебя обязательно будет всё отлично, ну а если проигнорируешь, то пеняй сам на себя. Личи, проверь, можно ли в OneState купить особняк, не могу найти, помоги или покажи квартиры. Окей, дружище, раз ты попросил, я, конечно же, это сделаю. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру GTA 5 на телефоны или просто OneState. Но перед тем, как мы начнём, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадёшь в моё новое следующее видео. В общем, ребята, честно говоря, я ещё ни разу в игре не замечал особняки и то, что их можно купить. На самом деле, действительно очень интересно. Возможно, я из какого-то обновления это реально пропустил, а может быть, это и есть. Поэтому давайте, на самом деле, взглянем на это и посмотрим. Как видим, у нас в игре очень много районов, где у нас есть жилые дома, но не все из них можно купить. Только, конечно же, определённые дома, какие-то там, которые у нас есть. Поэтому давайте не будем вот так стоять на дороге, потому что если мы будем стоять, то у нас будут врезаться всякие тачки. Окей, давайте сейчас отойдём вот прямо отсюда, от этого места где-то от моста. И взглянем на карту, где у нас расположено всё. Как раз-таки вот тут мы сейчас видим, что у нас есть дом, в котором мы можем купить себе квартиру. Поэтому давайте вот сейчас выйдем и попробуем взглянуть, что там можно купить или, собственно говоря, продать или что-то там сделать. Вот чуваки вот на самом деле, да, на мопедах врезаются. Я вроде бы уже встал на парковку, а всё равно мопеды ездят по пешеходным переходам. Окей, странно. Вот, давайте взглянем. То есть вот тут мы можем купить квартиру, но нет. Тут все места, все квартиры заняты и куплены. То есть мы можем только арендовать. Даже войти ни в одну квартиру. Хотя нет, мы можем войти. Хотя нет, написано нельзя войти в квартиру. А если вот в эту, нельзя войти в квартиру. Ни в одну квартиру нас не пускают даже войти. Окей, но я понимаю, что это апартаменты средней недвижимости, да. Но свободных вообще нету. На аренду есть. Но хотя бы в арендованную квартиру мы можем зайти. То есть вот, что нам предлагают арендовать. То есть мы можем взять и просто, собственно говоря, арендовать её для жилья. То есть либо вот сейчас выходим из квартиры, либо мы её приобретаем. Тут холодильничек с записками. Очень мило смотрится. 130 тысяч за неделю. На самом деле очень дорого. Да, ноутбук чей-то лежит на, собственно говоря, кровати. Но это ладно, понятно. Окей, ладно. Мы сейчас только что посмотрели квартиры. И то, как они, в принципе, выглядят. Теперь я хочу посмотреть, есть ли у нас реально особняки в игре. Потому что в симулятор автомобиля 2 есть. А вот в данной игре я, конечно же, этого не замечал. Так, чуваки что-то хотят, пытаются залезть ко мне в тачку. Но это на самом деле глупо. Залазить в чужой автомобиль. Это я его не звал. Так, давайте посмотрим. Недоступные для покупки предприятия есть. Грузоперевозки, автошкола, пункты. Вот, недвижимость для аренды, доступная для аренды движимость. Вот, ну-ка, давайте взглянем. То есть, вот это у нас все дома, которые мы можем купить. Если не ошибаюсь, то у нас действительно в Голливуде должны быть дома. Вот в это Голливуд Хиллс. Там либо разработчики в скором времени добавят уже дома для покупки. Либо уже есть. Но на карте я не вижу, чтобы они были отмечены. Окей, то есть, единственные дома, где можно купить, это вот впереди. Вот, то есть, это свободные дома, где действительно есть, собственно говоря, возможность купить квартиру. То есть, сейчас, на данный момент, в игре нету, собственно говоря, каких-то особняков. Ну, по крайней мере, я действительно пока не заметил. Но, возможно, я ошибаюсь и что-то реально проморгал. Но вот сейчас покажу, что есть доступная, потому что реально подписчика интересует. Значит, что многие хотят купить себе какую-нибудь квартирку или что-то еще. Я понимаю, что уже многие прокачиваются. Мне некоторые подписчики уже показывали свои крутые тачки. Кто-то там тоже ламбу выбил из кейса. Поэтому я вижу, как сейчас реально все развиваются в этой игре. Это действительно круто. Но потому что в ней графика прям вот кайфовая. И когда ты в нее играешь, ты кайфуешь от игры. Это вот прям максимально 100%, я могу сказать. Поэтому сейчас мы уже доезжаем до еще одного дома, где мы уже можем приобрести себе квартиру. Я ее когда-то, опять же, приобретал. Но из-за того, что я не платил налоги, у меня ее просто-напросто взяли да забрали. На самом деле, это жестко. Стараюсь, конечно, платить. Но как-то вот получилось так, что проморгал. Вот, короче, райончик. Я вижу сразу, что это не особо крутой район. Какие-то предприятия тут. Собственно говоря, что-то еще. Ну, короче, район так себе, я так понимаю. Не прям какой-то крутой. Но тут Riva Resendence называется. Давайте взглянем, что там у нас есть, в принципе. Возможно, что-то нас даже заинтересует. Окей, первый этаж. Все занято. Просто все максимально занято. Нет ни одной свободной квартиры. Ну, вот, пятый этаж. Есть свободные комнаты. Два миллиона. Два, два, два. И дальше, что у нас есть? Еще круче. Ну, короче, все по два миллиона. Потому что все одинаковые квартиры. А каких-то премиум тут особо нет. Я вот как бы все сейчас проверил. Да, это тот же самый дизайн должен быть. Хотя нет. Это уже квартир типа прикольный. Вот мне тут больше нравится. И реально кайф. То есть, ребят, ну, вот, подписчик, которого интересовал этот вопрос, я вот рекомендую купить квартиру именно тут. Если бы у меня сейчас было два миллиона, я бы ее купил себе. Потому что кайф. И дизайн. Очень свежий интерьер. Все очень круто. Либо ты можешь купить и сдавать в аренду. Тоже как вариант такой вот прям классный. Поэтому я вот рекомендую всем, конечно же, приобретать такие вот движения. Поэтому, ребята, у меня будет к вам очень крутой и интересный вопрос. Почему вы до сих пор не играете в OneState RP Mobile? Ведь это очень крутая и интересная игра на твой телефон. И нет разницы, что у тебя Honor, Samsung или Huawei. Потому что игра идет абсолютно на любые устройства. На айфоны, айпады, андроид-смартфоны и планшеты. То есть, благодаря чему в OneState может играть каждый. Просто переходи по ссылочке в описании и качай абсолютно бесплатную и очень крутую игру в OneState. И также вводи мой промокод, чтобы сразу получить много денег. А чтобы его ввести, нужно сделать вот что. И, кстати, ребята, как только зайдете в игру, у вас вот тут в верхнем углу будет вкладочка. Активировать промокод. Нажимаете на нее и туда вы вводите промокод личи. Веди его, чтобы получить сразу много денег. Поэтому обязательно так делать. Ну и когда ты введешь промокод, ты обязательно кайфанешь. Потому что у тебя появятся деньги, ты сможешь покупать себе новые штукенции, тачки, одежду. И это действительно круто. Поэтому я уверен, что вас это действительно должно максимально заинтересовать. Поэтому, дорогие друзья, в принципе на этом все. Если вам ролик понравился, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте пальчики вверх. Пишите свои крутые комментарии. Ну а кодовое слово в этом ролике, пускай будет новый дом. Все, кто напишет слово новый дом, обязательно попадет в мое новое следующее видео. Ну а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Лич. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем до скорых встреч.